Сегодня у нас 19 июля, занятия проводятся до завтрака. Внимательно слушаем. Регулярно ли читаешь Слово Божие, Евангелие и Псалтырь? Да. Стараешься ли читать Святую Евангелие, Творение Святых Отцов и другие душеспасительные книги? Кстати говоря, сегодня молодежь и вообще дети очень редко читают. То есть у них нет такого тяги к чтению вообще. То есть ученые называют это клиповое мышление. То есть совершенно никакой тяги к чтению нет, к чтению литературы. А здесь вещь идет о литературе какой? Слово Божие, Евангелие и Псалтырь. Творение Святых Отцов. Это очень серьезные книги, которые душеспасительные. И является основой литературы, которую человек должен читать для своего спасения. Вот, пожалуйста. А это все в первую заповедь? Да, это в первую заповедь. Кто-то читает регулярно Слово Божие, Евангелие и Псалтырь. Руки поднимите. Кто регулярно читает? Руку подняли, видишь? А руку подняла? Что-то надо сказать или что? Хочешь сказать? Нет, просто она поднимает руку, что она читает. Так, я немножко здесь хочу сказать. Мне пришлось в 18 лет вести занятия в одном университете. Это 4 часа в неделю. А вообще-то там много. Университет очень большой. 21 тысяча студентов. Из 18 стран только люди там. И вот кандидат наук Цепеникова, значит, это, кажется, Евгения Павлова, она, Евгения Павлова, она решила сделать такой анализ. Взяла 100 групп, 3000 человек, и в течение 5 лет ввела опрос, анкеты ввели. Ну, там возраст такой от 18-22 лет, примерно так. И оказалось, 99 почти процентов крещённые. И дальше она 20 позиций взяла. Например, что такое целомудрие? Практически никто не знает. Вот я спрашиваю, что такое целомудрие? Марина? Думаю. Это один из дальнейших элементов. Вот смотрите сейчас. Вот это у меня, вот это, что вокруг шеи идёт, как называется? Это воротник. Воротник, правильно. Посмотри на дядю Вову. Вот как воротник у него. Теперь посмотрим на девочек. У кого больше всего будет открыто? Вот так вот. А дальше вырез идёт и сюда. Это от Соломудрия, разве говорит? Повторяю. В таком одеянии за 1300 лет 2 миллиарда мусульман. Ни одна мусульманка так не ходит. Она даже побежала воды привезти в колонки. И у них чулок сполз. Он сразу отец её остановил. Дочка, остановись. Она, ну, ещё тут маленько. Ты спасёшься. Это гореть будет в огне. Голое место. Она сразу подёрнула, всё побежала. А они все смотрят. Сосед, брат, брат, брат. Они так, юминальная института захватила. Всё. Почему юминальная института не есть у мусульман? Нигде. А мы ребёнка изыгем. Замучившись, что собирают клочки свои. Они разговаривают совершенно по-другому. У меня мусульмане взгонят вчера. Я давно смотрю ваши ролики. Я не экстремал там, не радикал. Я просто уважаю вас. Он видит, как наши сёстры одеты. Зачем мне это одеяние? Марина, я с тобой разговариваю. Зачем ей открывать грудь до сих пор? Это самое ценное для неё. Вырезано. Объяснений-то никакого нету. Нецеловудрены. А вот я пришёл сейчас попутно. Сейчас задам маленький вопрос. Я руку не повесущайно вот так держу. У меня подарок здесь есть. Не для кого-то, а для ополиналия. Ещё же я его хоть держать? Внизду. Чё ты говоришь? Внизду. Внизду. Сорочинные, сорока, белобока летают. На! Это редко где найдёшь такой. Сегодня я нашёл, привязал. Из своих архивов. У меня тут всё там есть. Страусы. Так вот, слово Соломудрия. Я сколько раз говорю, вот так пальцем провожу. Вот, воротник. Смотри сюда. Вот так должно быть вот застёкнуть. Три мужчины. Всё одинаково. У мужчины-то и грудь открыта может быть. Это мужчина. Почему? Там моряки, там разная форма такая. Женщина везде одинаково. Должна быть застёкнута в хиджабе. А хиджаба-то что? Приличный платок. И она позицию за позицию разбирает. А кто такие священники? А это люди крещённые. Ну, это люди, которые церковный бизнес делают и прочее. То есть отношения к священникам никакое. И она вопрос за вопросом задаёт. И знает, что из тьмы язычества. И это напечатала епархиальная газета или журночек маленький в Арнамуле. Она была Антония. Я тогда взял. То получается, из сходящих церковь, в которых трястили, мочили где-то, один человек на триста. Что-то маленько знает. Это не просто так, а стопроцентный брак. Эту статью они напечатали. А я потом эту церковную газету взял. И Антоний был здесь, Масендич. Очень такой хороший батюшка был когда-то. А потом перешёл в украинскую. Его там рукоположили. А потом опять в московскую. Её уже за руку положили. Опять архимандритом. То признали недействительным. А потом так. Он приезжал. У меня дома был. Говорит, что пироги наши ели. Он всё время меня приглашал. У меня как ни одного миссионера нету в Лепарке. Он понимал это. Очень был такой комплектный. Но кто-то его научил, как снимать это всё. Сжигающий жир, таблетки. Жир сжигающий. Это ужасно. И что, внезапно, у него 41 год? Сжёг себя. Ну, ты слышал, знаешь. У меня был мальчишка один. Антон, звать его. А она двухонимая. Ирина Шевкова. Ну, и кто-то на работе-то считает. И говорит, Антоний умер. Умер? А у неё сын Антона. Она не разобралась, а рванулась сюда. Приезжает. Прочём Антон. Бегает, играет где-то. Она тогда только поняла, что умер до олимпийского. И вот как раз я к нему подошёл и говорю, Владыка, вот с этим вы на суд Божий пойдёте. На 300 мочёных церкви, с которых деньги взяли, только один причащается и что-то знает. Эти позиции быстро я могу скинуть. Володя вам посчитает их. Я вам просто скину её. Она писает регулярно, года в год, я говорю, ходилась, а теперь поёт она на клиросе, преподает студентам на клиросе. Но воцарковилась ли? Слово воцарковилась – это одно из самых поганых слов. А ещё окормлять. Это всё это хитрое слово. Есть «пищищать». Окормлять нет. Окормлять переводится «перекармливать», «отравлять». Два значения. Два. То есть другое, туда не относятся. Но так как причащают недостойных, многие больные, немало умирает. Вот тут заложен смысл. Я до самой глубины докопался. Они прямо открыто говорят, мы вас окормляем. И они не следят, а отравняем. Многие больные, немало умирает. Не рассуждают о теле Господнем. А как считают, молодой должен грешить, обязан грешить. Студенты отвечают, 99%. А поста раскаивается. То есть тогда новые святые, которые, я их сатане отдам. Ну а когда они уже будут выброшены где-то на помойке, я тогда приду и скажу, Господи, возьми Боже, что мне не Гоже. Я ей пришел и говорю, Евгения Павловна, вы понимаете, какой материал дали. Она испугалась так. Она-то вошла в церковные круги, уже знают ее грамотно. Вы говорите, да как же так? Я говорю, только так. Вы показали истинный лик московской патриархии. Дыра в преисподнюю. Что из нее сделали? Я не говорю о всех, но это уже исследование. Не просто на вскидку, а 5 лет непрерывной работы. 100 групп. 3000 человек. Когда я вам дам, дядя Вова просчитает. Понятно? Закройте грудь. Никогда, нигде не позволяй. Чтоб застегнуто было, под застежкой все. Второе там, что есть, все было. А дядя Вова сами так себя ведите. По теряльке нормально одевается женщина. А потом я гляжу, одна обед там раздается, у нее грудь вырезана. Я ее встречаю, говорю, это ты все с тобой? Нет. Нет. А по токарту еще. Да как же я так? А теперь смотри на дочь. Она копит. Прям тут же сразу. Сразу же. Дочку отпустили к своим родственникам. Она уже все научилась. Стоит и вот такой язык вывалила. С языком. Это у них принято. Она не знает, что это означает. Это даже произнести страшно, что она говорит. То есть ужасно. А потом стоит, где-то уберет заобязательно. Мы же дома сами. Ну зачем? Понятно, что связано с задницей, что подклящивалось. Тебе 14 лет. Откуда вы это берете? Поэтому, когда говоришь о божественном, о целомудрии, о тяже, она спит. И она где стоит, она обязательно ногу должна согнуть. А прямо-то нормально там. Все. А согнет, когда у нее выпьящица. И она думает, вот все, товар на выставке. А там ничего нет, кроме Бога. Вы научитесь мыслить категориями Священного Писания. Господь говорит, за беззаконие Твое, я подниму подол Твой. Я подниму их. И сами никто не поднимал. Чтобы все видели срамоту Твою. И на этом хочется. И так и называется срамота. А это старается разрезанная там и всякая мерзость. И верующие. Мы более 27-го дня там откупили они в дворе спорта. Они каждый день платили 100 тысяч. За это. Провели где-то занятие 13 дней. 200 человек крестили. Это прихожан православный. Бабка одна пришла. Я приехал. Я говорю, а ты далеко, мама, собралась-то? Маленькая знакомая. Да креститься, батюшка сказал. Будут прямо в воде. Какой батюшка-то? Еретики приехали. Да вы что? Совершенно. Обманывает народ. А он ходил к епископу, видимо, Вадим Бутов. Профессор у них. И, видимо, вот он сказал. Я был у епископа. Но там, может, приняли, не приняли, он не сказал. Но он был в гепархии. А теперь этим он прикрылся. И люди думают, что православные. Две общины адвентистские сразу возникли в одной улице. За 13 дней. Вот как работают. Мы тоже ходили. Ходили, святую воду брали, крапили. Там беседовали с ними. Они нас как огня боялись. Наши визитки пригласительные. Они прямо из рук вырывали, чтобы порвать. А эти пошли в краевую администрацию просить разрешения. Выставить пикет. Они говорят, все бесплатно. Бесплатно только сыр в мышеловке. Дорога туда только в один конец. Оттуда и задание вырвите. С православными с плакатами стоят. Чего это даст? А они так. Отсюда собрали своих адвентистов. Кто ходит там. Пять дней пришел в одну климу. А если все 13 дней, то Библию дают. Ну мы все 13 дней ходили. И так он выходит. Так у нас сейчас занятия идут. А город Барнаул до чего? Прекрасный город. Какая-то... А там жалище. Дышать нечем. Такая погода. Ну врет на прополуе стоит. А людям нравится. Ой, погода выйдет на ужинок. Дышать нечем. Ну, говорится, брешет собака. Пес. Ай, приятно. Так, теперь, если одинокие люди есть. Вот у нас сейчас отдельно тут кабинет. Тут занятия идут. Приходите. Тут знаком с тобой. Тут сват приехал. Ну, а те, которые знают это все. Он пришел слушать, а она у него на коленях сидит уже. И во время, когда он проповедует, она на коленях сидит. Они обнимаются, лапаются, ни слова не скажут. То есть, Павел говорит, у нас не было льсти ни перед кем. Это на дне лжи и льсти. Мы ходили, видели. Я ему даже книгу подарил, второй том открытым оком про еретиков. А от них Библию я ходил 14 дней. А ходил, и каждый раз тебе дают маленький клеточек. А потом все представили, дайте Библию. Вот такое. Вот сегодня такое у нас утро. Видите, сколько я спилил. Почему? Потому что выросла ветлина, а она хрупкая и наклоненная. Ветер дует с этой стороны. Если она обломится чуть больше, она быстро растет. Провода мне оборвут. А провода натягивал Андрей дропот. И при большом напряжении перегорать провод, он сделал его на середине. Такой умный человек, а сделал на середине. Не залезть и ничего нет, а хоть стал вывалить это. Как достать-то там, соединить? Ну, Бог милует, пока вспышки не было. Даже не верится, что он сделал. И это мне досталось. Все. Все на гордон? Надо сбегать, позвонить. Все, да. Дайте вот такой колоночек. Спасибо. Спасибо.